Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня мы будем говорить о балете, о хореографии, о танце, о творчестве. Потому что у нас в гостях Людмила Николаевна Бусыгина, заслуженный работник культуры Московской области. Балетмейстер высшей категории и стипендиат премии губернатора Московской области «Выдающийся деятель культуры». Участник конкурса второй всероссийской общественной премии за вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России и гордость нации 2021 года. Людмила Николаевна, здравствуйте! Здравствуйте! Прямо это звучит гордо. А вы вот кем себя считаете? Балетмейстер или учитель танцев, как художник? Вы знаете, у меня теперь уже очень много учеников, которые уже педагогическую деятельность уже как бы выполняют за меня. Когда-то я начинала с педагога-хореографа. В принципе, я и сейчас работаю педагогом-хореографом. Но я уже дожила до того времени, когда мои взрослые ученики, знаете, как говорят, лишь только тот ученик восславит своего учителя, который раскроется сам. И слава богу, к счастью, я уже имею таких учеников, которые прекрасно владеют искусством танца, пластикой, практикой современной хореографии. И они принесли мне очень хорошие знания, пластикой современной хореографии, и теперь я могу этим гордиться. И сейчас я занимаюсь больше балетмейстерской работой, потому что поставить номер, это, скажем так, тоже вырастить подготовленного танцора, это сложно. Но еще сложнее поставить постановку, хорошую балетмейстерскую работу. У меня, слава богу, есть в этом некие способности. Навык, как говорят, да? Скромно, так скажем, навык. Да, есть такой опыт, и я этим сейчас занимаюсь. И потом, помимо опыта, я еще люблю это делать. Знаете, как я обычно говорю, меня спрашивают, как ты ставишь? Я говорю, я вышиваю крестиком. Я просто вот люблю сочетать, даже иногда несочетаемое, делаю какую-то работу над ошибками, потом это все компоную, потом обволакиваю, мучите себя, но в правильном направлении. Да, в такое красивое обрамление, и получается такая красивая работа. Ну, а с чего все началось? Почему? Потому что для многих вообще слово балет, танец, хореография. Ну, кстати, танец, кажется, иногда для многих... Можно какой-то танец? Ну, ноги, руки и вперед. А вот хореография уже звучит слово, даже не каждый может выговорить. А потом балет. Это вообще считается каким-то таким сверхъестественным, когда люди буквально висят в воздухе. Вот как вы к этому пришли? Кто вас надоумил? Или это вы сами как-то выбрали такой путь? Все свершается на небесах. И моя судьба была предопределена с самого раннего детства. Я помню себя на полупальчиках, тогда маленький такой телевизор, экран. И я вот в этот телевизор все время смотрелась. «Лебединое озеро» был первый балет, которым я заболела. И я себя представляла в этой пачке. Но судьба распорядилась так, что к этому балету я пришла уже в таком более зрелом возрасте, когда поступила сначала в училище, в культпросветучилище Ставропольское, а потом в Краснодарский институт культуры. И там я получила образование руководителя самодеятельного хореографического коллектива. И уже с того времени я уже начала профессионально этим заниматься. А вот зачем вам это нужно было? Многие девочки могут переболеть. Я просто заболела. Вот этим с детства заболела. Я занималась самодеятельным коллективом с детства. Я занималась с шести, может быть, с пяти лет, я не помню, но, наверное, с шести. Потому что я ещё до школы, меня мама приводила за руку в кружок. И я занималась самодеятельным коллективом в коллективе в городе Ипатова Ставропольского края. Там были замечательные мои первые педагоги, Екатерина Андреевна Чудненко и Владимир Тимофеевич. Вот это первые педагоги, которые меня за руку привели в коллектив. И так вы не ушли из этого. И так я не ушла. И вот продолжаю работать и совершенно об этом не жалею, потому что я всегда себе задаю вопрос. Кем бы я работала, если бы я не стала балетмейстером? Но в любом случае это была бы однозначная творческая профессия, потому что ваять, сочинять, создавать – это моё. Я очень люблю этим заниматься, это моя стихия. И я увлекаю за собой других. Но вот тут ещё такой интересный момент, когда приходят к нам люди, представляющие хореографию. Там народный танец, современный танец, латиноамериканский танец. Ну всё то, что является некой такой школой. В данном случае речь идёт и о балете тоже. Ведь это же язык жестов, это пластика, это какая-то гибкость. Это то, что, наверное, с одной стороны кажется передать сложнее, чем словами. Я люблю тебя. Как это в танце передать, например? Или ненависть. А потом получается иногда, посмотришь, что в танце вроде как-то и проще, и ярче, и интереснее. Интереснее почему? Если артист наполнен, если он глубоко ещё к тому же наполнен, он обязательно передаст язык жестов. Потому что танец – это инструмент, который исполняет тело. А тело ведь всегда иногда показывает, хочу я с ним разговаривать, не хочу, нравится мне, не нравится. И вот если это тело наполнено, если идёт разговор сердца и души, то тогда случается вот эта магия. Тогда ты притягиваешь зрителя, и он полностью растворяется в твоём образе, и тогда вот случается вот этот момент истины, вот то, что происходит на сцене, это увлекает зрителя, и от этого получают кайф обе стороны. Энергетическая такая. Но вот тут ещё такой момент, ведь, например, когда играет драматический актёр, у него немножко другой инструментарий, и в нём, ну, ты, например, веришь в актёра, актёр растворяется, и ты просто с ним находишься в этом произведении. Ему не нужно делать особенных, как говорится, па для этого. А ведь если мы говорим, например, о балете или о сложном, даже вот сейчас был такой период, помните, завален был интернет невероятными современными танцами, ну, просто уж там направление от дворовых, да, от дворовых танцев до сценических каких-то постановок глобальных, когда пластика, и ты понимаешь, что ты, ты же не умеешь так делать, ты не умеешь так красиво делать танцевальные движения, то есть некая зависть в тебе должна, но если ты красиво смотришь, ты об этом забываешь. Ты понимаешь, что тебе по-другому, как бы, ты через этого человека, через актёра, да, у тебя появляются новые возможности, как будто ты вместе с ним делаешь эти танцевальные движения. Понимаете, да, о чём я говорю? Потому что здесь же задача ещё физиологическая, когда тело, как бы, должно рассказать. Я был на одном мюзикле, она здесь недалеко, есть город такой, Москва, там они сделали мюзикл полностью танцевальный, то есть поставили музыку, выбрали музыкальные классные такие номера, и под него весь гибкость тела. Идёт час. И там и немножко балет, и не балет, и всё вместе. Синтез такой, да? Да. Вы знаете, это всё понятно. Никакого напряжения нет. Ты только немножко переживаешь, как он это делает, как он разворачивает и так далее, но ты понимаешь, что тебе пытаются донести. Вот я, может быть, длинный вопрос задаю, но смысл в том, что ведь от того, как учитель танцев, не только научат двигать правильно частями тела? Зависит результат. Зависит результат. Ну, конечно, безусловно, это всё прямо пропорционально. Потому что, во-первых, так сложена, скажем так, фабула производства танцора, я, может быть, таким сухим сказал языком. Но дело в том, что физиологически его воспитать легко вот именно с самого детства, когда закладывается весь инструментарий его тела, когда тело ещё в такой мягкой пластике. Готово к работе, да. Да, если, допустим, такие случаи бывают, когда в 23 года приходят танцоры и становятся, ну, это исключение, это не практика, это не правило жизни. Обычно танцор начинается воспитываться с 3-4 лет. А сейчас вообще помолодела хореография, сейчас даже с двух, вот есть даже такой балет с двух лет называется, да, даже сейчас помолодела. Ну, это, в принципе, может быть, и правильно, потому что чем раньше мы начинаем воспитывать танцора, тем мы можем больше рассчитывать на его, скажем так, возможности. Да, вот, потому что он, во-первых, идёт такая система, потому что всё-таки, знаете, как, я тоже опять сейчас скажу сухо, ведь в цирке льва научили вставать на задние лапы, почему? Потому что есть система, уберите систему, и всё разрушится, да. Из формы танцор выходит за три дня, и он из формы выходит. Вот, поэтому... В этом плане мы хорошо отличаемся от танцора, нам не нужно терпеть. Да, 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 да. Поэтому чем раньше, тем лучше. И вот этот вот весь этап, если он такой длительный, то на выходе мы получаем классного, обученного, качественного исполнителя. Который может практически всё. Который может, да, синтезировано, потому что настоящие танцоры, это универсальные танцоры. Таких, конечно, мало, но они есть. Но это, наверное, главная задача. Да, и мы знаем таких танцоров, поэтому... То есть система амплуа всё-таки не самый лучший вариант. Человек должен стараться быть, я могу и так, и себя... Разноплановым, конечно, конечно. Хорошо. Ну, я не могу не спросить вас про вот... Мы такой длинный был список, да, как и должно быть у творческого человека. Но всё-таки начнём мы с того, как вы стали балетмейстером, мы так уже немножечко понимаем. Вы отдаёте этому большую часть вашей жизни, и сейчас вы работаете здесь, в городском округе Люберцы. Значит, что у вас за коллектив, чем вы занимаетесь, и как называется ваша там должность сейчас, правильно? Балетмейстер? Балетмейстер, да. Во-первых, художественный руководитель образцово-хореографического коллектива «Волшебная страна», балетмейстер высшей категории. Это моя должность. То есть всё, что выходит на сцену из этого коллектива, это под вашу ответственность? Абсолютно точно. И вы готовы подписаться под всем, что там происходит? Абсолютно точно. Вы стали обладателем, по крайней мере, у меня эта информация есть, стимпедиатом премии губернатора Московской области, выдающийся длитель культуры. Что это такое, за что вам его дали? Что вы такое показали сумасшедшего, что, ух, какое название? У меня был проект постановки номера «Жар птица». Я давно этот номер мечтала сделать, потому что… Сейчас немножечко уйду в прелюдии разговора. Наш ансамбль называется «Волшебная страна». И, как обычно говорят, куда корабль поплывёт, как корабль поплывёт, вернее, какое название корабля… Как назовут корабль, так он и поплывёт. Поэтому в нашей волшебной стране мы любим ставить сказочные темы. Логично. Вот совсем недавно, год назад, мы у вас были, рассказывали о «Снежной королеве», были с Дискаем, правда, без Герды. Но надеемся, что Герда вы пригласите к нам на разговор. Вот «Снежная королева» у нас, блистательная постановка, с которой вот совсем недавно мы приехали из конкурса, привезли самый главный приз Российской Федерации. Очень большое количество таких классных, крутых коллективов, и мы там взяли… Дали жару. Да. Вот. И вот в то время, на тот момент, у меня в 2021 году, как раз после пандемии, во время пандемии мы делали эту работу, как бы готовились к ней, это была большая работа «Жар птица». И вот здесь мы сейчас сделаем паузу, чтобы «Жар птица» свои крылья распустила красивые, и после этого возвращаемся в студию. Напомню, что у нас в гостях Людмила Николаевна Бусыгина, бледмейстер высшей категории. Как она стала с имбедятом премии губернатора Московской области и выдающейся деятель культуры, мы узнаем через некоторое время. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». Людмила Николаевна Бусыгина у нас в гостях, бледмейстер высшей категории и стипендиат премии губернатора Московской области и выдающийся деятель культуры. Мы пытаемся узнать, как стала наша гостья стипендиатом, и мы становились на «Жар птицы», которая распустила свои крылья. И этот номер, он к вам пришел в голову, или как-то совместно был такой правил? Ну, я уже повторюсь, сказочная тема – любимая тема. Мы много делаем таких постановок в таком формате. «Жар птицы» почему я сделала акцент на проект? Потому что здесь необходимо было сделать большое количество костюмов. Более того, костюмов трансформации. Допустим, «Жар птица» должна была танцевать в одном костюме, потом должна переодеваться в другой, это трансформировалось. Потом большое количество декораций. Поэтому мне, конечно, безусловно, хотелось бы иметь поддержку Министерства культуры и Московской области. Да, потому что вот такое количество костюмов я бы не смогла одолеть. Ну да, не потянули бы, я поняла. Поэтому мы это все, в общем, подробно расписали в проекте, объяснили, написали ребретто. И нас услышали, и нам поверили, доверили. И действительно, мы выиграли грант 200 тысяч. Мы сделали большое количество костюмов, выиграли с этой постановкой много конкурсов. Сейчас она у нас в репертуаре, успешно мы ее танцуем. Вот уже третий год радуем зрителя. Зрителю очень понравилась наша постановка. То есть «Жар птица» живет? «Жар птица» живет. Ну а коль вы говорите о тех замечательных людях, которые участвуют в этом проекте, кто сегодня ваши подопечные? Во-первых, ну есть какой-то костяк. Как к вам попадают люди? Как вы с ними работаете? Куда они, может быть, уходят потом? Это же очень важно? Кто с кем ты, ну, эту самую жар птицу-то делаешь? Ну, в нашем коллективе около 200 человек. Дети, да, ну, разного, разные возрасты. Да-да-да. У нас дети занимаются с 3-х, с 4-х лет и до 20-ти. Конечно, гордость наша – это выпускники, которые к нам приходят, которые тоже мы смогли привить любовь к танцу. Аганисян Тигран – это вот моя гордость. Корнеева Оля. Есть дети-выпускники, которые еще как бы к нам не пришли. Мы их тоже ждем. Есть дети, которые еще учатся, заканчивают высшее учебное заведение. Есть дети, которые уже мечтают стать танцовщиками и танцорами. А есть дети маленькие, малыши, которые еще, наверное, не думают об этом, но мы через призму, скажем так, времени уже видимых в них таких звездочек, которые наверняка, если они с педагогической деятельностью, то с исполнительской, скорее всего, свяжут свою судьбу. Мы были бы очень счастливы, если бы наши дети продолжали наше дело. Детей у нас, как я сказала, много, разные возрасты. Как вы управляетесь с ними? А я же вам говорю, у меня много педагогов. Я имею в виду, это же какой-то процесс должен быть выстроен, потому что я же понимаю, что если мы говорим о каком-то большом произведении, там часть дети, часть более уже подростки и так далее, репетиции, тренировки. Учебный процесс ваяет 8 педагогов. Вот я уже называла Тиграна Ганесян, Олю Корнееву, Сычев Алексей Александрович, экс-солист ансамбля «Березка». Мы имеем такую, скажем так, возможность, чтобы дети у нас занимались помимо эстрадной хореографии еще и народным танцем. Лена Сергеевна Трунина, которая занимается с детьми. Моя дочь Анастасия Васильевна Берекова, которая мне помогает. Она и педагог, у нее есть группы, есть детки. И она ведет еще такую колоссальную большую работу. Она администратор ансамбля. И все такие коммуникационные вопросы – это она. То есть это редкие случаи, когда и творчество, и коммерческое, скажем так, составляющее, директорское присутствие у человека. В прошлом году мы получили такую уникальную возможность заполучить себе еще одного из лучших тренеров по акробатическому делу. У нас Александра Михайловна Андреева работает педагогом по акробатике. Мы тоже очень довольны, потому что акробатика и хореография, современная новая хореография – это два параллельных таких синтезированных вида деятельности, которые одно другому помогают. И без акробатики сложно нашему современному танцу. И еще одна у нас находка – это уникальная находка – это педагог по классическому танцу Алексей Сергеевич Зуев. Он приезжает к нам из Москвы. Это ведущий солист губернского театра. Ну, у вас прям настоящая хорошая компания. Хорошая компания, да. И возникает тогда такой вопрос. Сейчас нас наверняка могут смотреть телезрители, которые «хочу, хочу» и ребенок хочет, даже не важно. «Хочу, чтобы попасть к вам». Вы какой-то набор делаете. Как к вам попадают детки? Каждый год к нам приходят дети. Начинается уже набор в августе месяце, в конце, можно даже уже с середины, где-то с 15 августа мы уже начинаем двигаться вперед. Начинаем готовиться к открытию творческого сезона. И вот в этот период, с этого периода к нам приходят детки. И мы их, конечно, уже смотрим, просматриваем. И если, допустим, ребенок пришел, вот очень хороший вопрос, пользуясь случаем, хочу всех пригласить. И не бояться трудностей. И если, допустим, вам 12 лет, 13 лет, мы делаем такие кастинги и смотрим, если есть возможности, если есть природные данные, но ребенок нигде не танцевал, мы можем рассмотреть этот вопрос. Может быть, даже как-то и сможем его принять в ту действующую группу, которая уже занимается. Если у него, конечно, оговорчик, так и если у него есть способности, есть данные. Потому что, как я говорил... А вы сразу это вы вычислите? Конечно. Если, как я говорила, что мы начинаем с 3 лет, если ребенок пришел в 12, он уже опоздал на 10 лет. Он опоздал, да. Но бывают такие исключительные случаи, когда где-то, может быть, когда ты занимался, может быть, из другого коллектива, может быть, из другого города ребенок приехал. Может быть, хорошая физическая подготовка, тоже, если очень гибкое тело. Конечно. И он решил им, так сказать, вот уже... В этом году вот у нас такое случилось, никогда такого не было. В действующий состав к нам пришли 6 человек. Так. И мы их уже сейчас... У нас, кстати, вот премьера номера будет совсем скоро, отчетный концерт. Вы, наверное, мне зададите вопросы о планах. Конечно, о планах, да. Я вам скажу, вот эти дети уже у нас будут танцевать в основном составе. Маленькая роль, но она уже есть. Это вот как раз тот случай, когда дети пришли в 10 лет, в 11 лет, и они попали в основной состав. Ну, я понимаю прекрасно, что мы поговорили по технологии, немножко попытались понять, как вы пришли к этому. Теперь это, с одной стороны, такое приятное, творческое... Творческое, сейчас скажу слово рутина, но творческое, да, когда ты вот не можешь уже без этого находиться. Тем более, насколько я понимаю, вы уже правильно расставили акценты, кто чем занимается. Но впереди много всяких планов. Волшебный корабль, волшебный астронат плывет, да, и поэтому у вас... Мы, конечно же, должны спросить и про концерты. Концерты, наверное, у всех творческих коллективов бывают? Их один или два? А, у нас два. Два. Да, так получается, что в декабре, накануне Нового года, мы делаем открытый класс, показ технических достижений всех групп, практически всех, кроме совсем малюточек. Вот, мы показываем в очень таком интересном формате, нон-стоп идёт, очень так красиво получается. Приоткрываете завесу. Да, мы показываем, как же работает кузница вот этого формирования физического совершенства тела, телоисполнителя. Исполнителя, да. Аншлаги всегда, родители приходят и гостей приглашаем. Мы уже в практику ввели такое правило, и это работает, это очень красиво. И потом это всегда подтягивает танцора, потому что где-то в технике он должен образ с образом, но и тело должно быть совершенным. Потому что если ты просто улыбаешься, но пока не можешь делать какие-то па, то ты на несколько порядков отстаёшь. Поэтому в Новый год мы ставим перед собой задачу показать, как мы готовы, технически готовы. А уже в конце года, это в этом году тоже очень рано, 30 апреля мы показываем... В конце года уже учебного? Да, ну да, сезона, творческого сезона. Мы закрываем сезон 30 апреля в Люберецком дворце культуры. Мы показываем свой отчётный концерт, называется он «Бал Золушки». И всех приглашаем в 17.00 в Люберецком дворце культуры 2023 года. Да, и это будет показано всё самое лучшее. Да, это будут старые хиты и новые постановки. О, даже старые хиты. В этом году 5 продакшенов. Это просто... Расскажите, что такое продакшен в вашей версии? Это нерябль. Что такое продакшен? Это самый наш любимый конёк. В продакшене это очень массовая, зрелищная постановка, в которой заняты многие группы возрастные, несколько групп. И в этом году у нас таких продакшенов 5. Наша полюбившаяся «Снежная королева». Самое сердце – это взрослые танцуют от Волги до Енисея. И такой маленький сюрприз, который мы не раскрываем никому. Это будет такая вишенка на торте. Она будет заключать. Это будет финалочка нашего концерта. Ну, я не могу ещё не спросить вас. Вот вы у нас премию за вклад получили «Гордость нации» 2021 год. Проходит масса других, наверное, фестивалей. Конкурсов. Как не проходить? И себя показать, на других посмотреть. Вот вы сказали, что вы привезли приз. Как часто вы вообще выступаете? Вообще, какой уровень? Ну, вы же всё равно вынуждены сравнивать. Где-то, может, что-то подсмотреть. Где-то удивиться, как вы далеко ушли. Насколько вам эта фестивальная жизнь, конкурсная, интересна? По силам. Да. По силам, честно скажу, не так часто. Три раза в году, три раза в сезоне у нас получается. Ну, собственно говоря, вот в этом творческом сезоне так и получилось. Мы осенью были на фестивале «Сердце Сочи», и там тоже взяли очень хорошие… Взяли в Сочи. Хорошие результаты у нас были, да. Вот. И очень много было промежуточных здесь, в Москве, конкурсов. Но один ещё предстоит в мае нам конкурс в Питере. Вот. И самый главный за этот сезон, самый главный конкурс и высочайшая награда – это был конкурс пятой национальной закрытой премии на пресс Елены Баркатис. Туда приезжает неимоверное количество сильных коллективов. Вот немного, но… Битва сильных. Битва титанов. И мы там были равными среди сильных и лучшими среди первых. Вот. Видите, как хорошо оказалось. Да. И взяли главный приз и грант 100 тысяч рублей. Ну, что я могу сказать? Опять костюмы шить? Опять костюмы шить. Опять костюмы шить. Я скажу, что очень приятно, что, во-первых, мы видим в лице человека, который, в общем-то, уже всего добился, но постоянно идёт… В поиски красоты. Да, в поисках красоты. Людмила Николаевна Бусыгина, балетмейстер высшей категории, рассказала нам немножко о её судьбе, немножко больше поговорили о самом проекте, как сейчас говорят, чтобы все ваши продакшены состоялись, чтобы вся продукция, которую вы делаете, которая сочетает в себе, смотрите, и понимание тем, которые берутся. Для маленьких – одно, для средних – другое, для взрослых – третье. И, конечно же, воплощение – это декорации, костюмы, создание атмосферы. Но самое главное – это гибкость тела, моя вечная тайна, которую вы можете нам показать. Ну, а некоторые родители могут воспользоваться, сейчас задуматься, и своих маленьких детей сделать гибкими может помочь вам вот эта замечательная… Волшебная страна. Волшебная страна, да. Офиг, как хорошо мы и закончили. Спасибо огромное. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пимненко. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»